здравствуйте друзья связи кузнецов дмитрий центр юридической защиты компании аля сегодняшний наш выход в эфир наша встреча пройдет под девизом таким знаете психологически юридического от текста ну и как вы увидели уже в заголовке ключевой термин нашего с вами диалога либо моего монолога как кому угодно это результаты работы юристов компании аля и что скрывать вопрос неоднозначный многие скажем так задают справедливые вопросы нам а где бумажка на которой написано что я никому ничего не должен ну кто уже скажем так прошел полностью обслуживание жены начался улыбается понимает о чем речь идет вот о какой бумажке вернее о том что такой бумажки в принципе то и быть не может ни один банк наш доблестный не признает свое поражение не выдаст бумажку в которой написано ну я не знаю образно говоря тут остается только фантазировать мы такие то такие то признаем свое поражение там да мы осознаем те ошибки которые мы совершили в отношении вас и так далее но есть одно но и как я всегда говорил тенденция улучшению она неминуема дело в том что на месте мы не стоим мы активно работаем клиентов очень много значит досудебная практика судебная практика и так далее в принципе дает свои плоды и уже есть уже есть такие вот момента но не в буквальном смысле да как я сейчас сказал но как вариант вот перед этим до ролик был от которой вчера выложил да посмотрите сегодня если чтобы вы могли сориентироваться 12 июля 2017 года да но накануне был ролик переговоров моих переговоров с нашим клиентом где она мне сообщила о том что банк прекратил взыскательные мероприятия в отношении нее и что характерно это произошло до того как мы подали в суд то есть у человека на данный момент был уже составлен иск ему осталось только его передать судебную канцелярию но банк ну скажем так в кавычках опередил ситуацию и ну вот так вот отказался от претензий то есть 7 месяцев обслуживания хотя сразу для тех кто не в курсе подчеркнул нас договор на 12 месяцев заключается но в нашем вот в этом конкретном случае допустим было 7 месяцев и мы получили результат по одному из кредитных эпизодов клиента то есть подтверждается документом и я сейчас вам демонстрирую естественно номер договора там будет закрашен а вот смотрите а 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 посмотрели да а а а а а а а Ну вот клиент так прислал нам. Ну, главное, что читабельно. Итак, значит, что я хочу этим всем, собственно, сказать. Вот что я хочу сказать. Дело в том, что наша работа – это стремление к определенному результату, к определенной цели. И, само собой, мы к ней приходим разными путями. То есть тут комплекс мероприятий, как я люблю говорить, и цель одна. Чтобы человек в официальном формате не был никому ничего должен. Что здесь я хочу сказать? На чем я хочу поставить тот самый жирный акцент? Те, кто спокойно, размеренно относится к ситуациям, наверняка совершенно спокойно даст оценку верную вот этому моему заявлению. А именно. Дело в том, что есть претензия только в том случае, если она не голословная, не объявлена по телефону, откуда-то это там, непонятно откуда. А четко, конкретно выложенная на бумаге. Если есть такая претензия, то значит, можно, в принципе, воспринимать ситуацию как наличествующую, собственно, объект претензий и, конечно же, должника. Более того, во всем цивилизованном мире, и не только за границей, и в России, спросите любого бизнесмена, вам скажут, что просто так заявлять, что кто-то кому-то что-то должен, ну, бесполезно. Это бесполезная трата времени. Это эксплуатируется чаще всего на фоне незнания, страха, о котором я все время пытаюсь вам рассказать. Что вот то, что та ситуация, в которой оказываются многие наши сограждане, сформирована в первую очередь на основании незнания, а вот, соответственно, это незнание порождает, как следствие, дикий, неосознанный страх. Когда человек не понимает, что происходит, ему достаточно сказать что-то, и он, естественно, это принимает за чистую монету. Вы не представляете, сколько диалогов я лично по телефону провел с людьми, когда, ну, вот один простой, да, вариант, такой чисто черновой. Здравствуйте, мне там, я должен был в банк связной, потом в банк связной обанкротился, что-то там с ним произошло. Я сейчас вот применяю те термины, которые человек, допустим, мне говорит. И мне позвонили из банка Тиньков и сказали, что я теперь им должен. Я им сообщил электронную почту, они мне на эту электронную почту выслали реквизиты. Я им год плачу уже, а долг мой не уменьшается. Я вот, когда слушаю такое, я в ответ говорю, как вас звать? Как вас зовут? Он мне представляется, он, допустим, Сергей, да, человек. Я говорю, Сергей, сейчас вы мне скажите свой e-mail, я вам свои реквизиты пришлю, теперь вы мне должны. Теперь платите мне за связной. Не Тинькову, а мне. Как это? А вы знаете, я с Тиньковым договорился, теперь вы мне платите. Да что вы смеетесь, Дмитрий, я вам серьезно говорю, я вам позвонил для того, чтобы вы мне подсказали. А я говорю, я то, что вам и делаю, я подсказываю. Я вот никогда не стремлюсь человека всеми силами затянуть под юридическую защиту, да, чтобы он нам платил или все такое. Я в таких случаях говорю, вот честно, откровенно, Сергей, хотите я назову ситуацию своими словами? Ну да, конечно, говорю, идиотская ситуация. Почему? Я прям дальше откровенно рублюсь с плеча. Да потому что создал ее идиот. Я сейчас не понял, Дмитрий, зачем вы так говорите? Я говорю, ну не, ну честно вам, кто скажет? Как хотите, воспринимайте. Ситуацию создал идиот. Ему кто-то позвонил, и он решил, что он ему это должен. И еще мало этого, платит. И поверьте, те, кто, допустим, воспринимают действительно эту ситуацию как идиотскую, улыбаются. Но я знаю точно, что сейчас меня смотрит какое-то количество людей, которые, в принципе, сидят и головой махают. У меня то же самое. Правда, да? Есть такие люди, вот вы сейчас меня смотрите. Вот, нет официальной претензии, нет долга. Я сейчас не говорю о том, что можно просто сидеть, сложа руки. В этом случае, с вероятностью в 90%, эта претензия нарисуется. Они очень любят людей, которые ничего не делают, как следствие, ничего не понимают. И с ними можно, естественно, в свою очередь, все, что угодно вытворять. И это и происходит. В большинстве случаев. И не надо, скажем так, думать, что коллекторам никто не платит. Что надо быть круглым идиотом, чтобы платить на основании этих вот заявлений. Ребята, те, кто так думает, поверьте, очень много людей, кто верит в эти вот голословные заявления и платят. Платят, невзирая ни на что. Так вот, к чему я вас призываю. В первую очередь, вникнуть. Те, кто уже под нашей защитой, либо собирается, скажем так, разобраться в документальном формате, я никогда никому не обещал, что у вас будет в конце нашего обслуживания некая бумажка, в которой будет написано, что вы никому ничего не должны. Вероятнее всего, тут есть, ну, грубо, если совсем грубо, два варианта стечения обстоятельств. Либо будет зафиксированная сумма долга, если мы спровоцируем банк выйти в суд. Четкая зафиксированная сумма долга. И работа с судебным приставом, где мы с вами определим сумму, комфортную для вас, не то, что заявляет банк, а комфортную сумму, которую вы будете платить. 100, 200, 300 рублей. Ну, допустим, я сейчас образно говорю. Да, независимо от того, какой у вас сейчас долг. Не думайте, что вот как так можно. Да, так можно. И самое главное, пристав будет доволен этой ситуацией. И что мы получаем в этом случае? А вот как раз ту самую ситуацию, когда банку выгодно отказаться от претензий. Дело в том, что выплачивая судебному приставу вот эти вот копейки, именно судебному приставу, не в банк, а четко конкретно судебному приставу, на реквизиты судебного пристава. Несмотря на то, сколько у вас этих кредитных эпизодов. В 10, 20, 30 и 5, да, у нас есть люди, у которых 30 кредитных эпизодов. Ну, если микрофинансовые организации брать. Ну, ладно, укрекся. Так вот, будет создано некое обобщенное исполнительное производство, в основании которого вы, допустим, будете выплачивать, ну, давайте так, образно, 500 рублей в месяц. Эти 500 рублей будут уходить с счета судебных приставов сразу напрямую на судный счет, на погашение именно тела кредита. Чувствуете разницу? Когда вы платите просто в банк денежку, они с этими деньгами делают все, что угодно, и ваша сумма долга не уменьшается, простите. В этом случае она не то, что будет на месте, она будет уменьшаться. Но кто-то из вас скажет, и что мне так всю жизнь по 500 рублей платить я миллион должен? Друзья, это и есть та самая ситуация, когда банку выгодно отказаться от претензий, ему не выгодно это на себе нести. Я это называю дырявой бухгалтерией, кто меня уже слышит, знает. Они не могут признать ваш кредит безнадежным. А именно это им нужно, если они не получают каких-то там запланированных взносов. И поймите, это все учтено. Давным-давно эти убытки просчитаны, и, само собой, банк не обеднеет. Не надо на себе там от приступов совестливости разрывать рубашку. Не нужно. И волосы на себе рвать тоже не нужно. Банк не обеднеет. Банк и так вам дал виртуальные деньги, не настоящие, а требует обратно, естественно, настоящие. Так вот, не буду вдаваться в подробности, почему так, но это вот тот слабый случай, когда банку выгодно отказаться от претензий. И банк это понимает. Очень многие банки, юристы в банках понимают, что в суд им идти невыгодно. Вот. И здесь второй вариант стечения обстоятельств. Если вы обращаетесь за юридической поддержкой, на фоне того самого досудебного, цивилизованного, я подчеркну вот эту фразу, конфликта, мы объясняем, показываем банку, что мы не боимся. То есть мы провоцируем ситуацию, вынуждаем банк подать в суд. Естественно, наши клиенты, обратившись к нам, не платят ни копейки в банк. Это наши условия. И тем самым, грубо говоря, в законном формате пострадавшая сторона банк, в связи с тем, что не выполняются условия договора, заключенного между банком и стороной заемщиком, естественно, должна обращаться в суд. Если они в суд не обращаются, то значит, что им не нужны ваши деньги. Кто бы вам что ни рассказывал, друзья, коллекторы, службы взыскания банка, как бы они вам там не распинались, все это очень далеко от правды. Если вы просто включите голову, мозги, а я всегда стараюсь минимизировать юридический формат общения с вами, я говорю по-человечески, как будто вот простой человек, я вам заявляю, простой такой же, как и вы человек, я в принципе-то сам простой человек, да? Я вам заявляю, что вы, если включите голову, вы поймете, что если нет официальной претензии в суде, то банку не нужны эти деньги. По-другому вы не должны. Никто не может вас признать должником, кроме как вот по решению суда. То есть судья может обозначить вас статус, как должник. Все остальное нет. Клиент банка, проблемный клиент, вид клиента, это все значения не имеет. Вы клиент банка. То, что вы не выполнили условия договора, то это в первую очередь простые гражданские взаимоотношения. И никакой уголовной статьи, уголовного наказания за это нет. Не надо там слушать 177, 153 там статья. Ну там вот, я сейчас не помню на память, что они там придумывают. Все это ерунда. Наш закон не только из тех статей состоит, которые они вам декламируют. Я всегда призываю, услышали от них статью, залезьте, почитайте эту статью. Только не заголовок, а вникните. Я в своих роликах очень часто демонстрирую, как можно их угрозы превратить в веселую комедию. Очень просто. Так вот, и здесь мы получаем в любом случае результат. Да, он размытый. Нет бумажки, нет, как многие хотят увидеть в собраках, справку, что я никому ничего не должен. Мои любимые аналогии с медициной. Вам тоже никогда доктор не напишет бумажку, что вы абсолютно здоровы, да. То есть, если у вас была какая-то опухоль, то она полностью пропала. Нет. Есть определенные улучшения, да. В нашем с вами случае здесь намного все круче, потому что уже по опыту, да, в общем-то и, собственно говоря, и по подозрению, да, и, я вам так скажу, если в течение 12 месяцев компания Алям не спровоцировала вашего оппонента, вот, кредитора, прийти в суд, то они и не придут. А если вы хотите, скажем так, еще больше увериться в моих словах, кто недавно на нашем канале, кто меня не знает еще, то я заявляю со всей ответственностью. У нас гарантия существует. Если мы за 12 месяцев банк не вытащили в суд, а мы это делаем изо всех сил, то мы вас дальше обслуживаем бесплатно. То есть, вы живете своей жизнью. Если через, там, еще полгода вдруг появляется судебный прецедент, вот, по этому эпизоду, который у нас обслуживался, мы берем и совершенно бесплатно вас сопровождаем. Зачем нам это делать? Да потому что мы... Зачем нам об этом говорить, да? Зачем я утверждаю это? Да потому что я уверен на 99%, что, вероятнее всего, не подадут на вас в суд. Другое дело, что вы будете, там, слышать звонки коллекторов или, там, может быть, не знаю, еще кого-то, что вы должны, вы должны. Но запомните одну простую вещь. Должна быть четкая официальная претензия. Судебная. И в этом случае даже претензия от банка письменная – это полдела. Это, как говорится, досудебная претензия. Потому что, ну, слово досудебная, то есть до суда подразумевает, что должен быть суд. Вот если они в суд не пошли, то, значит, им не нужны эти деньги. Что еще хочу сказать. У нас, вот в практике, в нашей, у нас уже не одна сотня клиентов, и вы хотите, верьте, хотите, нет, больше 50% всех кредитных эпизодов, которые к нам поступают, мы так и не дотягиваем до суда. То есть 12 месяцев человек обслуживается, мы изо всех сил пытаемся, то есть мы сначала ведем досудебную переписку с банком, после чего сами в суд подаем, сами в суд подаем истребования документов, запрос выписки, в конце концов иск в суд на расторжение договора, на возмещение морального ущерба, если таковое есть. И банк не выходит в судебный процесс. Вот не выходит и все. И здесь уже не имеет особого значения, какой мы вердикт получаем от судьи. Суды лоббированы банками, но, кстати, хочу сказать, все больше и больше идет положительная практика, что удовлетворяются иски клиентов банков. И если вы за новостями следите, вы это увидите. И там оштрафовали микрофинансовую организацию. Мало того, что деньги вернули, человек еще и оштрафовали. И тут суд встал на сторону клиента банка и так далее. Такая практика все больше и больше. И без досудебки, без работы нашей вот этой рутиной, постоянно заваливания судов. Мы суды заваливаем, у нас много клиентов бумагами. И даже если судья становится на сторону банка, то есть разворачивает наш иск, на этом же ничего не заканчивается. Это промежуточный вариант. Нам нужно обложить нашего клиента максимальным количеством документов. Мы пишем частные жалобы, апелляции вышестоящие судебные инстанции. То есть заваливаем. И поверьте, точнее я хочу, чтобы вы знали, что если идет судебная претензия, то пишем, допустим, на некий банк, не знаю, на Сбербанк, то Сбербанк получает уведомление о том, что на него был подан иск. Понимаете? Если идет апелляция какая-то, то они тоже, две стороны получают уведомление о том, что принято к рассмотрению тот или иной документ. Иск, апелляция, частная жалоба. Понимаете? И они не выходят в процесс. Так или иначе. У нашего клиента скапливается пачка бумаг, которые четко обозначают его гражданскую позицию. Что он не боится, что он готов к любому противостоянию с банком. Банк, поверьте, об этом тоже хорошо, четко понимает это. И, естественно, ему нафиг это не нужно. И вероятнее всего, если за 12 месяцев банк не вышел в судебное разбирательство, то этого и не произойдет. Вот вам результат. Да, мы бы и рады были какую-то бумажку получить, но сейчас последние несколько месяцев мы стали получать результат до судебки. То есть банки уже стали сами признавать, что прекращают исполнительное производство. Но это чаще, я скажу честно, это чаще происходит с теми, у кого, допустим, уже кредит, ну как вот любят, Тинькофф, там, Хомкредит, Альфа-Банк. Они любят обдирать человека русский стандарт, обдирать человека как липку. То есть человек уже давно-давно все отдал, а не еще должен, еще должен, еще должен, еще должен. И человек, мало того, что сумма не уменьшается, она растет. И вот, ну, чаще вот в таких вот случаях банк выдает бумагу о прекращении взыскательных мероприятий. Но это не значит, что все закончилось, допустим, они могут продать, выложить на торги этот долг. Типа мы-то прекратили, а вот там другая организация будет продолжать. Но, ребят, поверьте, сторонняя организация еще точно так же, если все официально рассматривать, должна в суде доказать, что они имеют полное право требовать с вас эти деньги. Конечно, если вы будете молчать, они, естественно, спокойно в суд подадут определенные документы и подтвердят свое право на правопреемственность. То есть на правопреемственность взыскания долга. Но если вы элементарно будете, скажем так, в курсе дела, либо вы будете под юридической защитой с нами, поверьте, мы сделаем так, что у них этого не получится. Все очень просто. Мы у вас ничего не брали. Предоставьте документы, что мы у вас что-то брали. Банк не даст им документов, приходных ордеров. Банк максимум даст им выписку. Но этот документ косвенно доказывает. В суде он не может быть, при определенных аргументах, в суде он не может быть приобщен как железобетонный аргумент. Так вот, это мы все знаем, как сделать, и, естественно, можем для вас сделать. Поэтому даже если, ну я еще раз подчеркну, если банк отказывается, то не значит, что не появится новый взыскатель. Это уже вообще ерунда полная. И давайте вернемся к той ситуации, если все-таки мы вытащили банк в суд, либо банк, ну вы уже сами имеете там определенные судебные документы на руках, и суд там есть, и все остальное. Ну, долго не буду рассуждать, то есть разные ситуации бывают, и надо конкретно смотреть. Бывают клиенты, которые к нам приходят и говорят, у нас, с меня уже взыскивает судебный пристав. То есть я везде расписался, везде совсем согласился, и с меня взыскивают. Но здесь честно мы говорим клиенту, ну мы даже деньги не берем, мы даем там пустые бланки, сами заполните, потому что ну смысл брать с человека деньги, здесь мы не гарантируем результат. Здесь нужно писать заявление о рассрочке, и я об этом рассказывал. Посмотрите в плейлисте, как можно добиться рассрочки. Мы даем человеку вот этот документ, он заполняет, сам относит в суд, и рассрочка исполнения решения суда он может получить. Но если человек просто был поставлен перед фактом, что у него есть уже исполнительная производство, он слыхом не слыхивал, что где-то там какие-то суды проходили, выходил там судебный приказ, или было заочное решение суда, он об этом не знает, то в таком случае мы совершенно спокойно берем человека к себе в работу, и занимаемся этим делом, то есть проводим определенные мероприятия, отменяем это заочное решение, и начинаем все закручивать так, как нам нужно. То есть клиент наш из разряда пострадавшей стороны, ой, из разряда жертвы переходит в разряд, скажем так, спокойного, свободного человека. Вот таким вот образом. Так что, что касается результатов, неправильно ожидать какую-то бумажку. Мы в таком мире с вами живем, что, знаете, не надо телевизор смотреть, вообще его не рекомендую смотреть, а уж тем более фильмы там вот про эти там следствия ведут знатоки и так далее. Этого ничего нет. Это только вот в фантазиях режиссеров, сценаристов есть. В настоящей жизни, в первую очередь, вы должны сами голову включать и соображать. Поэтому я вам рекомендую посмотреть видео на нашем сайте. Обязательно посмотрите. Там рассказывается, как устроена работа юристов компании Алям. Ссылочка на видео в описании ролика у нас есть. Посмотрите в описании ролика. И вот тут сейчас вот она, выходит кликабельная подсказочка. Вот смотрите, в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка. Посмотрите, пройдите на наш сайт и посмотрите видео на сайте. Если вам все понятно, либо может быть непонятно, вы в любом случае приняли решение встать под юридическую защиту, оставьте заявочку в форуме на сайте и наши специалисты в рабочее время вам перезвонят. Рабочее, то есть по московскому времени, кроме субботы, воскресенья, пять дней в неделю. На сайте есть номер телефона. На сайте, на самом правом верхнем уголке есть номер телефона. Забейте эти цифры себе. Записную книжку в ваших телефонах. Именно с этого номера мы вам будем звонить. Не пропустите, пожалуйста. Некоторые говорят, я вот комментарии читаю, я неделю назад оставил заявку, мне никто не перезвонил. Звонили вам, друзья. Я это всегда проверяю. Просто вы трубку не взяли. А у нас очередь, огромная очередь, да, у нас оставляет очень много людей заявки, со всеми нужно поговорить. Если вы не взяли трубку, вы как минимум проверьте свою электронную почту. Там от нас вам письмо пришло, что подтверждает, что мы вам звонили. А вот. Еще раз вернусь к плейлисту, где мои обращения. Вот таких обращений я уже записал очень много. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите тоже этот плейлист. И там и опровержения на эти пасквили, там и все. Я, знаете, сразу хочу вот эту вот критику. Я их еще мягко называю критикой, да. Ну, пускай будет критика. Не буду я ни фамилии называть. Более того, я буду удалять все комментарии, где вы просите дать ответ. Я их замучился давать. Просто берете плейлист и ищите опровержения. Я там два или три ролика записал. Больше я ничего, внимания этой публике уделять не буду. Они вместо того, чтобы нормальной работой заниматься, просто вот таким черным пиаром занимаются. Да, они перетащили какое-то количество клиентов моих к себе, но и ради бога. У меня и так клиентов хватает. Поэтому посмотрите мои обращения. Там очень много ответов на многие вопросы. Тоже вот в правом верхнем углу. Вот смотрите сейчас. Вот она подсказочка. Тоже можете все это вникнуть, посмотреть. Ну, еще раз напомню. Видео на сайте. Если вы хотите встать под юридическую защиту, это обязательно. Видео на нашем сайте. Алгоритмы работы кредитных юристов компании Алиам. Без этого у нас с вами разговор не получится. Позвонят наши специалисты вам и вместо того, чтобы по делу разговаривать, им придется пересказывать это вот все, что мы для вас делаем. Это неправильно, несправедливо в первую очередь с вашей стороны к нам, потому что действительно очень много народу у нас хотят переговорить и они смотрят это видео. Вот не посмотрели, звонок сразу спрашиваем. Вы смотрели видео? Да, смотрел. Ну, какие у вас вопросы остались? А сколько стоит? Сколько вы будете делать это все? Как так вы смотрели видео на сайте? Если вы задаете такие вопросы, там все по полочкам рассказывается. Разложено все. И сколько стоит? И почему так? И почему мы по всей России можем работать? Да, действительно, мы работаем по всей территории Российской Федерации без проблем. Сколько времени займет наша работа? Все видео рассказывается. Поэтапно, что мы для вас будем делать? Почему нужна досудебка? Как будут проводиться судебные мероприятия? Почему в заочном формате? Почему мы не приходим в суд? Почему это не нужно? Почему существует заочное судопроизводство? Как мы будем работать на этапе ФССП, Федеральной службы судебных приставов? Все там рассказано. Конечно, в общем формате у каждого конкретного человека индивидуальная ситуация, но к ней всегда можно подстроиться. Еще раз говорю, посмотрите видео на сайте. Вот, видите? Ссылочка. Пожалуйста, посмотрите видео на сайте. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, ну или бодизлайк, кто уже привык это делать. Значит, репост в сетях у нас это как бы само собой разумеющееся. И самое еще интересное, ссылочка на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там все ролики наши дублируются, кстати говоря. И еще много чего интересного есть. Ну что, друзья? С вами был Кузнецов Дмитрий. Включайте голову. Не будьте пассивными людьми. Боритесь за себя. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Учитесь, учитесь, учитесь. Читайте статьи. Еще раз говорю, подписывайтесь на наш канал, если вы этого не сделали. Я желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья, финансового благополучия и того самого финансового здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова